В преддверии Дня физкультурника 8 августа глава региона Александр Бурков встретился со спортивным активом Омской области, чтобы обсудить актуальные вопросы и расставить приоритеты по развитию отраслевой инфраструктуры. Поставлены четкие задачи. Мы должны в 2024 году выйти на 55% занимающихся физкультурой и спортом. Наши показатели на сегодняшний день порядка 37% то, что дает статистика. На мой взгляд, самая главная статистика, самая главная оценка, наверное, это вас, как специалистов. И действительно вовлечение сегодня молодежи в массовые виды спорта и, в первую очередь, занятия физкультурой. Наверное, самое важное, что Омская область и Омский спорт целостно сохранил очень многие спортивные события, которые канули в лето в других регионах. Прежде всего, хотелось отметить наши сельские спортивно-культурные праздники, праздник Севера и Королевы спорта, история которых насчитывает почти уже без малого 50 лет. Сибирский международный марафон, свидетелями которого мы были буквально в это воскресенье. И хотелось бы отдельно поблагодарить Александра Леонидовича вас за то, что вы такое мощное участие принимаете во всех наших спортивных мероприятиях и марафонах. «Мощно это прозвучало, как будто в 42 бежал». «Нет, а дело не в том, что сколько кто бежал. Главное, что главное, как в спорте, в олимпийском спорте. И главная победа – главное участие. Поэтому здесь вот на этот принцип, наверное, мы поддержим, чтобы вы его сохраняли». «Вы все согласятся?» «Не, ну, двукратные олимпийские чемпионы, конечно, не согласятся». Реконструкция строительства объектов, повышение заработной платы для тренеров, медицинское сопровождение и обслуживание, доступность занятий физической культурой в городе и области, развитие массового спорта. Вопросы у отрасли обсудили подробно. У представителей Федерации спортивных объединений была возможность напрямую высказать свои пожелания и предложения по улучшению работы и перспективам развития. «Я думаю, что сейчас на правильном пути. И вот этот сегодня вопрос, который был поднят по массовому спорту, я думаю, что он правильный, мы будем двигаться в правильном направлении. Самое главное, что нужно себя подхватить и развивать массовый спорт и в области, и в городе». «Я, проработав многие годы в спорте, могу сказать, что эффект как раз и будет только тогда, когда губернатор будет лично интересоваться и работать над тем, чтобы все то, что на таких встречах звучит, воплощалось в жизнь. Потому что, как показывает практика нашей жизни, очень сложно в регионе добиться какой-то системной работы, в том числе и в области физической культуры и спорта, если первое лицо не придает этому достаточного значения и не уделяет внимания не только общей концепции развития той или иной отрасли, но и тем мелочам, о которых вот сегодня мы говорили». Общение на тему спорта продолжилось 8 августа вечером, в торжественной обстановке. В концертном зале Омской филармонии, сменив тренировочную форму на вечерние наряды, собрались тренеры, атлеты, ветераны и представители регионального ментспорта. «Я больше чем уверен, что будущее омского спорта смотрится достаточно позитивно. Почему? Потому что сегодня, во-первых, состоялась такая очень, на мой взгляд, продуктивная и толчковая встреча с руководителем региона, с Александром Леонидовичем, именно с общественностью нашего спорта, где были и именитые тренеры, и руководители наших учреждений, директора больших спорткомплексов, именитые спортсмены. Где вот именно обсуждались те перспективы, та концепция развития спорта в Омске, которая на сегодняшний день нам необходима как воздух». «Развитие омского спорта в последнее время очень даже процветает, я скажу так, потому что это видно и по выступлениям спортсменов, и по медалям, которые привозят, начиная со всероссийских соревнований, Кубков России, заканчивая международными крупными стартами и Олимпийскими играми. В преддверии праздника хочу пожелать всем хорошего настроения, бодрого, позитивного, как говорится, и всем нам и вам побольше медалей, побольше успешных выступлений». «Омичам заниматься, физкультурой, это оздоравливает, и здорово, когда здоровый убор с жизнью ведешь, а коллегам достойных учеников». «Хочется верить, что с приходом нового губернатора будет такая новая волна, новый виток в развитии спорта в нашем регионе. Я уверен, что в принципе ребята талантливые, они всегда и есть, и будут появляться. Надо просто уметь их найти и довести до определенного результата. «Насколько мы будем любить в первую очередь спорт, занятия физической культуры, здоровый образ жизни, как мы будем сами заниматься и приучать наших детей в первую очередь, давать им правильный пример, от этого будет все зависеть. Поэтому все зависит от нас, но так как мы стараемся идти дальше и дальше, приносить все больше и больше славы нашему региону, то, надеюсь, и развитие у нас тоже должно быть очень хорошее». В этот вечер сцена концертного зала Омской филармонии превратилась в спортивную арену. Со свистка главного дирижера симфонического оркестра Дмитрия Васильева началась праздничная программа, посвященная Дню физкультурника. После музыкального пролога собравшихся с праздником поздравил глава региона Александр Бурков. «Дорогие друзья, я хотел бы всем пожелать в первую очередь здоровья. Потому что, как говорил у нас Гораций, да, если вы, говорит, не бегаете пока здоровы, то набегаетесь, когда заболеете. Так вот, я желаю всем вам, чтобы вы не болели. Действительно, все, кто рядом занимались, глядя на вас, спортом, физкультурой, вам желаю семейного счастья, тепла, добра, ну и, наверное же, все-таки когда-нибудь повышение заработной платы. С праздником, дорогие друзья! На мероприятие были приглашены представители секции, активисты физкультурного движения, спортсмены, тренеры и организаторы мероприятий. Их высокие заслуги были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами. После чего лучшие творческие коллективы порадовали зрителей яркими номерами. И рыбе плати городу на прогресс, Огонь наш освещает весны, А небо у любого есть весны и с нас, И у любого неба есть мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова